рада приветствовать вас на своем канале и сегодня будет видео о моей борьбе с долгостроем не так их у меня много но все-таки даже с теми которые есть надо бороться как вы видите это вышивка по мотивам мультика думаю что те кто зашли посмотреть данное видео знают что это за мультик навряд ли заинтересует эта работа кого-то непосвященного и по большей мере наверное смотреть видео будут именно те кто так же как и я с супругом любят данный мультик и коль уж даже симпсоны вышивают почему бы нам не вышить симпсонов а это лиза наша семейная лоскутная покрывала какое красивое пять поколений женщин в нашем роду добавляли к нему полоскутку теперь твоя очередь но я не умею шить умеешь ты просто этого не знаешь память о миллионах стишков сохранилась в твоей крови здорово попробуй на пальце появится мозоль видишь вот этим пальцем я и шью дорогая а это моя часть продолжай вести что это значит и раньше не знал и теперь не знаю вот мамочка я закончила свой кусочек изобразила двух музыкантов которые произвели на меня самое большое впечатление и смотри эта работа была у меня долгое время в долгостроях купила я данную схемку еще осенью 2016 года и буквально через пару месяцев ее начала но столкнулась с определенными сложностями работа была отложена и собственно говоря поэтому стала долгостроем давайте для начала расскажу вам основные характеристики и так дизайнер наталья орехова элька кросс работа будет намного интереснее чем у меня здесь напечатано в конце видео увидим какая же она будет по правде и так схемка присылается в двух форматах цветная цветным бэкстичем покажу вам вот так вот кусочек цветная схема с цветным бэкстичем схема у меня тоже плохо пропечаталась ну как напечатали и на том спасибо и также черно-белая схема с цветным бэкстичем также есть ключик рекомендуют нам вышивать данную работу на 16 каунте размер стежках 161 на 120 зашивка здесь полная необходимо выше 19 тысяч триста двадцать крестиков размер в сантиметрах на 16 каунте 29 на почти 22 сантиметра и ключ указан в нитях dmc значки для цветной схемы значки для черно-белой схемы используется здесь 32 цвета мулине 3 цвета бэкстича бэкстич вышивается в одно сложение крест весь вышивается в два сложения нити значки в принципе нету никаких похожих но возможно могут возникнуть проблемы с вот этими хотя они разбросаны по схеме по разным участкам поэтому никаких проблем не будет также есть расход ниточек вы можете заказать себе нарезку у кого нету запасов dmc чтобы не покупать полностью то есть есть цвета которые совсем понемногу используются даже меньше метра есть цвета которых необходимо побольше одного мотка и расход не так указан для канвы 16 каунта с 15 процентным запасом и здесь внизу вы можете видеть координаты автора если вдруг вам понравилась схемка или вдруг хотите посмотреть какие еще есть у данного дизайнера схемы схема довольно крупная есть два ряда переходов с одного листа на другой что очень удобно вышивается хорошими цветовыми участками есть на схеме четверть крестики больше всего их по краю облаков причем по верхнему краю также кое-где на самих персонажах а так в основном везде только крестик идет и давайте расскажу вам почему же данная работа ушла у меня долгострой на момент начала вышивки данной работы у меня не так много было запасов различные канвы поэтому я решила взять из того что было а было у меня не так много всего нашла я у себя в запасах вот такой вот канву это назвать наверное сложно что то такое ужасно дырявая рыхлая когда-то я на таком вышивала у меня довольно большой кусочек есть и это этот кусок уже как вы видите размечен и предназначался для работы для серии которую я вышивала когда-то очень давно вы можете видеть как я вышивала раньше то есть края обработаны клеем пва ниточками сделана основная рамка и простым карандашом расчерчена разметка я подумала что коль у нас зашивка полная вполне подойдет и такой кусочек тем более сама схемка немного поменьше вы видите вот где она должна была начинаться то есть у меня края должны были быть больше я вышивала несколько работ с разметкой простым карандашом все у меня отстирывалась только придя на youtube и уже послушав истории других рукодельниц я уже знаю что размечать карандашом не надо и так как канва такая довольно дырявая я решила что буду вышивать в три сложения нить в работе как вы видели блендов довольно много ну я думала что и буду как-то комбинировать ну как вы видите получалось просто ужасно три сложения жуткая канва и мне очень не понравился желтый цвет очень яркий какой-то некрасивый переход чем я была недовольна тем как получается я решила начать уже с другого края вышивать облачка и часть неба тоже немного повышевала здесь видны четверть крестики конечно на такой рыхлой канве их выполнять довольно легко и просто в общем застопорилась работа больше именно из-за желтого цвета мне не нравилось как получается потом я решила что все-таки основа выбрана неправильно но так как запасах особо ничего не было я нашла у себя еще кусочек вот такой вот 18 конвы если не ошибаюсь это у нас чаривна мыть а нет какой-то руслан что это за канва в общем вот такой вот отрезочек у меня был как раз кусочек у меня оставался который по идее должен был подойти как вы видите вышита у меня здесь совсем немного вышивала уже в два сложения нити опять же желтый цвет мне не понравилось как получается поэтому работа была отложена заброшена и сейчас когда я решила вернуться к долгострою я решила что я буду начинать работу полностью заново ниточки все те же самые схс но канвуя взяла покрупнее для такого мультяшного сюжета я решила что вполне можно взять и 14 каунт возможно работа получится более пиксельной чем на шестнадцатом но в таком сюжете я думаю это вполне можно допустить кроме того я собиралась в отпуск и думала чего бы мне взять такого легкого так как в конце июля уже день рождения мне надо было начинать уже эту вышивку я как всегда откладываю все на крайний срок и так как был у нас период когда супруг вернулся домой на работу а мы отдыхали с детьми сами я смогла как раз повышевать частично там эту работу здесь возможно и выпарю 18 канва мне куда-нибудь еще пригодится она не такая мягенькая конечно как цвайкарт но я думаю пригодится куда-нибудь такой отрез вот это я быстрее всего не буду не выпарывать ничего не буду с ним делать так вот себе оставлю так сказать на память о тех ошибках которые я делала но разве что от ниточки обрежу чтобы не телепались ну и давайте покажу вам свои первые продвижения организацию процессов как это все у меня было организовано в отпуске хочу показать промежуточный результат и немного свою организацию пока это отложим приехала все у меня с собой в папке здесь иглы брала специально крупные двадцать четвертые все которые меня были дома потому что канва крупная и удобнее вышивать здесь у меня и такие химлайн и также были здесь шапочка для душа думала буду сюда прятать свой процесс пока не вышиваю но в принципе я особо и не прячу так что она тут лежит ненужное дополнительные моточки ниточек тех которых надо побольше с хс у меня все перематывала только по одному и бумажечка чтобы я не забыла использую аида 14 каунт белая ее размеры и это аида из совушек от джан лин канву из наборов которую я не использую я всегда себе подписываю чтобы не забыть откуда что это за канва эта бумажечка лежала вместе с канвой вот она такая довольно крупная по размеру она немного мне не подходит вы видите здесь край довольно мелкий но учитывая что у меня дома была только 14 канва от dimensions в данном сюжете будут четверть крестики то как-то димовская довольно жесткая канва не особо подойдет для четверть крестиков я решила вышивать вот на это она помягче такая сейчас вообще она конечно мнется думаю для натяжки хватит если не хватит нашел какие-нибудь кусочки и хотелось мне именно 14 чтобы отдохнуть сильно не заморачиваться вот у меня здесь магнитик иголочки взяла сразу много если есть бленды то оставляю их в иголочке нитковдеватель и взяла именно совушку мне нравится что она плоская дома можно использовать и скругленные когда ты в дороге конечно с таких магнитиков закругленных будут иголки спадать чтобы не спадала и взяла именно этот с этой стороны у меня ключ чтобы не вытаскивать его он тут себе лежит тихонечко отмечала нитки все перед тем как собрать то ниточки у меня были не все изначально собраны вот они в таком пакетике здесь на липучке перемотаны практически все есть арома точков сереньки у меня димси это ариадна вот ниточка когда у меня была карта цветов я сравнивала и приблизительно себе цвет димси подписывала потому что не нашла карту соответствии вернее я не поняла какой из этих двух номеров правильный как их сравнивать с димси поэтому сама себе подписывала здесь вот у меня написано 905 под вопросом больше 904 мой чуть темнее цвет а мне сюда нужен был 905 905 я взяла все таки этот так как не покупала схс органайзер вивчаре как вы видите с этой стороны у меня органайзер используется для другого процесса у меня наверное четыре органайзера и мне их не хватает понимаю что не хватает развела столько процессов поэтому пришлось брать половинку часть ниточек было навешано еще давно когда я начинала этот процесс потихоньку навешиваю новые цвета нарезку делаю по метру мне удобно длинная нарезка не знаю привыкла наверно и так как места у меня особо нету чтобы сразу нарезать и навесить все цвета я вышиваю цветовыми участками вот что у меня вышита на данный момент здесь у меня все заколото наверное сейчас это сниму с пялец запяливаю обратную сторону не так как я привыкла это непривычное для меня запяливание вовнутрь так удобно крепит на изнанке ниточку и боюсь чтобы не повредились крестики и канва потому что вот видите где было запялено даже вовнутрь все равно немного переплетения сдвигаются немного травмируются такой способ запяливания менее жесткий и надеюсь сильно не повредятся мои крестики большие заломы остается будет сейчас некрасиво конечно вот что у меня вышита на данный момент по краям здесь таки побольше у меня запаса снизу и сверху будет небольшой вышиваю цветовыми участками сначала в работу взяла зеленые цвета потом думаю ну что ж зеленых так совсем понемногу надо брать еще и синие голубые не очень конечно красивая со следами от пялец видно сколько раз я передвигала их приеду домой натяну на раму будет думаю красивее здесь кусочек вышивается коричневым камушек лежит внизу он вышивается не вот таким вот цветом здесь будет три цвета коричневых которые будут использоваться также на вот этом вот камни сейчас буду приступать к вышивке камня надеюсь успею его дошить пока муж к нам не приедет процесс тайный нельзя чтобы он видел что я его вышиваю зеленый здесь всего три цвета использовалась есть два бленда и голубых три цвета здесь блендов нет то есть получается у меня всего шесть цветов и один коричневый 7 цветов было на органайзере сейчас я уже их сняла остался один темно зеленый им еще будут вышиваться немного маленькие участки и уже навесила вот себе 4 коричневых цвета которые будут использоваться в камне опять же вышью уберу намотаю остатки на бобинки очень удобно и зеленый и синий они более темные здесь сверху будут светлые цвета думаю они могут у меня здесь запачкаться хотя работа и будет в дальнейшем стираться но лучше буду вышивать их дома я иду вышивать и покажу вам немного попозже что у меня получится за те десять дней которые мы находились без супруга на отдыхе я успела вышить довольно неплохо продвинула свою работу и мне уже в июле оставалось вышивать как мне казалось на тот момент не так много я не считаю крестики программ у меня нету и вручную тратить время на подсчет мне конечно же не хочется поэтому точно сказать сколько было вышито тогда я не знаю ну судя по тому сколько приходится вышивать сейчас было выше то явно меньше половины но может быть треть может быть немного побольше и так движемся дальше и такие вот у меня продвижение на данный момент как вы видите продолжила я вышибать фон заполнила я уже небо облака и остались мне основные герои интересно так получается мы с детьми все шутим что вышила папе на подарок привидений и старший уже с присущим ему возраст и юмором говорит что так и надо оставить меньше и же настаивает что надо все таки до вышивать персонажей кажется что осталось не так много но я в принципе до этого думала что осталось мне не так много но с небом я конечно провозилась довольно долго как вы видите работа натянута у меня на раму но натянута не очень ровно так как края у меня такие были небольшие я вам показывала поэтому нормально натянуть не удалось уже не хочу ничего трогать переделывать так как боюсь что распустятся те небольшие остатки которые у меня есть сверху и снизу канвы вышивать небо довольно просто и я бы даже сказала ну реально вышиваешь одними и теми же цветами или скучно или возможно потому что мне не нравится как получается а не нравится мне как получается именно вот где стыкуются один цвет с другим чтобы получить такой плавный красивый переход на фоне здесь используется четыре чистых цвета и три бленда между ними из двух цветов которые находятся между блендами то есть два синих порой я вышивала мне казалось что они ну как бы совершенно похожие нету никакого различия то же самое можно сказать и про вот эти вот светло-голубые когда я вышивала я думала что это вообще ниточка одного и того же цвета но тем не менее получается такой красивый переход красивый градиент но мне не нравится как переход у меня получился где один цвет плавно переходит в другой то есть видите такие как одинокие крестики чтобы цвета смешались и вот этот вот переход у меня не получается сделать красиво мне кажется его очень сильно видно я очень надеюсь что стирка немного исправит положение и его так видно не будет но то как получается меня скажем прямо раздражает от чего возвращаться к работе не очень сильно то и хочется я в принципе никогда не могла похвастаться ровными крестиками но то как получается здесь получается совсем страшно возможно это из-за того что у меня ниточки схс сами нитки мне нравятся они такие мягенькие пушистые воздушные но почему-то они совершенно не укладываются у меня по-нормально возможно проблема еще в иголке вышиваю я крупными двадцать четвертыми иглами и здесь такое толстенно я бы даже сказала ушко это такие прям бревна настоящие и возможно из-за того что толстая ушко здесь постоянно ниточка двигается я уже замечала не раз что начиная вышивать чистым цветом я складываю ниточку пополам закрепляю ее петелькой у меня ровные кончики а когда я завершаю вышивать этот цвет у меня один конец где-то на сантиметр или даже на полтора меньше другого то есть в процессе вышивки я не понимаю как это происходит натяжение я делаю вроде везде одинаково подтягиваю причем мне кажется что я затягиваю крестики так как такие как дырочки между ними иногда виднеются но почему-то нитка к концу получается не одинаковой то есть одна короче другая длиннее девочки кто вышивает ниточками схс возможно есть какие-то нюансы какие-то особенности вышивки такими ниточками буду рада если вы с ней ими поделитесь так как нитки схс я покупала сразу для нескольких проектов как минимум два проекта больших не предстоит еще вышивать этими ниточками то как получается мне не очень нравится или я не подружилась с этой иголкой или я не подружилась с этой ниткой потому что в dmc мне кажется такого безобразия у меня не получается а возможно здесь все-таки проблема в том что участок довольно таки крупный зашивается одним цветом поэтому не получается так красиво там где более мелкие участки там как-то не видно вот этой бугристости если бы не необходимость самого подарка я бы пожалуй уже запросила и мой долгострой опять бы ушел в долгострой поделилась впечатлениями которые есть на данный момент показала вам смешной вариант с проведениями иду вышивать дальше надеюсь дальше мне работа будет нравиться больше все я пошла вышивать пока муж еще на работе у меня не так много осталось времени кроме того вышиваю сейчас я только днем когда его нету на выходных совершенно выпадает у меня время не могу я вышивать так как он дома было и такое что он вернулся раньше пришлось детям держать его в дверях а мне по быстренькому прятать работу накрываю ее полотенечком чтобы он не видел ну так бы он возможно и не обратил внимание что что-то стоит с полотенцем он как бы особо не лезет в мои вышивальные дела ну а так как он уже видел что его держат чтобы он не зашел в комнату раньше то конечно он уже догадался что ему готовится такой вот вышивальный подарок и чуть не забыла рассказать вам еще один момент как вы видите вышиваю я без разметки и если по низу здесь я нигде не путалась то например на небе я начала путаться так как здесь полосочки полосочки то есть как бы нету за что можно зацепиться и у меня даже в одном облаке она выполнена неправильно я правда вовремя потом заметила но переделывать уже не стал чуть-чуть мое облачко не такое как на схеме я думаю не в этом суть и потом решила что все таки мне необходимо хоть какая-то разметка хоть какой-то ориентир и мне помогли мои иголочки сейчас вставлю фото как это все выглядело какую разметку я себе делала это конечно тяжело назвать разметкой но тем не менее хоть немного мне это помогало я просто переставляла этих парочку иголок и уже имея ориентиры я так сильно не путалась скажу еще немного как я вышивала брала два цвета для начала я вышивала бленд который идет между ними а потом уже бленд разделяла и вышивала чистые цвета то есть вышила более темный намотала его на катушку назад убрала чтобы он мне и не путался то есть в работе у меня было всего два цвета возможно еще из-за этого мне было скучновато немного вышивать и не очень-то сильно хотелось и еще один интересный момент который я только что заметила смотрите на направление крестиков как я вышивала раньше то есть у меня верхний стежок идет из левого нижнего в правый верхний и здесь и сейчас я вышиваю крестики в другом направлении я бы назвала это направление димовская так как в dimensions вот такое вот направление креста знаете очень интересно было это всего лишь полтора года назад а насколько отличается такой интересный момент мне по крайней мере было интересно это посмотреть вышиты у меня на работе практически все крестики осталось совсем немного крестиков на ротике у барта и даже не крестиков а четвертинок глазках то есть будут еще зрачки у каждого персонажа но там четвертинки крестиков и выполняться этим же цветом будет дальнейшим бэкстич поэтому их выполнять я буду уже по ходу выполнения бэкстича сейчас хочу работу постирать надеюсь выровняется те моменты которые мне не нравятся что я вам показывала на фоне вот эти вот переходы хотя сейчас смотрю когда появились яркие персонажи они отвлекают внимание от фона а еще плюс появится бэкстич когда начали появляться яркие краски работа пошла значительно веселее и интереснее так что мой вывод не делайте так как я не вышивайте сразу все небо целиком отвлекайтесь на ярких персонажей работа будет идти интереснее цветов здесь довольно много использовалось но учесть что все платьичка купальники волосы они выполняются разными цветами то есть цветов много но они используются совсем по чуть-чуть вышив одежду волосы у меня ушло довольно много ниточек сразу я их убрала из работы как-то так стало немного полегче у меня в папочке осталось совсем немного цветов только потому что в конце хотела вам потом показать во сколько их ушло но это уже потом когда сделаю бэкстич и некоторые цвета еще необходимы для бэкстича а все остальные я сразу раскладывала свой комодик для мулине вы можете видеть на фото сколько цветов убралась сразу как только был вышит совсем небольшой участок в работе и когда цвета убирались постепенно я понимала что работа движется к завершению и вышивалась как-то проще легче и веселее как вы видите персонажи мои довольно яркие вышивала я их теми цветами которые и были даны в ключе 307 у меня ушло ну практически катушка у меня тут осталась верно одна ниточка метровая и еще остатки от предыдущей пасмы поначалу я волновалась что будут сильно яркие персонажи я даже достала те цвета которые использовала прошлой вышивки гомер как вы видите они такие более приглушенные но их не так много я побоялась что их может не хватить поэтому решила для начала попробовать вышивать теми цветами которые даны в ключе и я рада что я ничего не меняла когда эти цвета были просто на белой конве когда я первые свои попытки делала вышивать этот сюжет они казались чересчур яркими здесь они правда тоже кажутся яркими но учитывая что уже заполнен весь фон трава и здесь тоже такая небледная трава яркая небо заполнено как-то этот цвет вписался нормально в эту работу что значит все таки разному подходить процессу по-разному подходить к работе если бы я опять начала с главных персонажей работа возможно опять бы была отложена вышитые желтые цвета на 18 конве я распорола кстати так интересно я поначалу даже не обратила внимание что на 18 крестики довольно аккуратно у меня получались хоть они в другую сторону на этом я пока данный кусочек видео завершу мне надо успеть пока мужа нету дома постирать работу прогладить заново натянуть чтобы завтра с утра самого я могла приступать к бэкстичу учитывая что бэкстича здесь не так мало думаю мне понадобится дня два на его выполнение во первых бэкстич на моей схеме пропечатан плохо вы видели и сама схема не очень хорошо пропечатана быстрее всего что придется вышивать за компьютером сверяясь с электронной схемой всем до встречи через секунду и вот моя работа уже полностью готова сделан весь бэкстич все крестики четверть крестики конечно времени на это ушло немало сказать по правде я совершенно не ожидала но я думала что я буду делать бэкстич два дня но даже это превзошло все мои ожидания давайте остановимся пока на бэкстич и выполняется он здесь тремя цветами светло-голубым по низу на воде делаются некоторые блики белым обводятся облака и уже все остача делается черным бэкстичем день записи предыдущего эпизода я выстирала работу буквально минут 15-20 она у меня лежала в полотенечке закручена и я принялась ее отглаживать так как времени оставалось не так много чтобы успеть завершить работу отгладив до состояния сухого свою работу я сразу ее надела на раму на этот раз удалось ее натянуть более-менее ровно вечером я успела еще сделать до прихода мужа как раз таки вот эту воду и облака бэкстича и на следующий день уселась за бэкстич я просидела весь день практически не вставая отвлекаясь на небольшие какие-то моменты сходить поесть накормить детей где-то что-то помочь детям я успела отбэкать только четырех персонажей у меня на следующий день оставалась лиса гора и вот тут вот по низу кустики трава у меня болела спина у меня уже затекла спина бэкстича здесь просто немеряно ну конечно благодаря бэкстичу вы видите насколько картина преобразилась прорисовывая деталь за деталью бэкстичем персонажей прорисовывая их пальчики их глазки ушки насколько все проработано это просто что-то потрясающее конечно придется поработать довольно сложная работа и надо быть готовым мой совет бэкстич делать по ходу но так как я снимаю видео хотелось сначала чтобы появился фон потом что появились персонажи и это была в принципе такая ошибка которая потом не стоила как раз таки затекшие спины и того что я так долго просидела над бэкстич чем лучше выполнять постепенно потому что справиться с бэкстич чем за раз довольно сложно меня стимулировала еще то что работа вышивалась на подарок мне надо было успеть я и так опоздала с данным подарком доделывала уже при супруге подарила ему немного работу недоделанной но тем не менее конечно картинка преображается сила бэкстича вот что бэкстич животворящий делает те кто знаком с данным мультсериалом я думаю заметят поразительное сходство насколько все проработано мне понравилось что даже название пиво прописано четко читаемо конечно сейчас возможно тяжело это увидеть потому что сам бэкстич ложился довольно таки тяжело опять же ниточка схс крестики пухленькие такие рельефные и когда начинаешь на них накладывать линии где-то съезжают бэкстич делала также ниточкой схс и мне не очень нравилось кое-где какие-то такие небольшие моменты детали все-таки были утеряны из-за того что крестики такие пухленькие довольно простой бэкстич идет на траве на воде на облаках там дробного ничего нету на горе также все довольно просто выполняется исключение составляют кусты но если бы там не было такого мелкого бэкстича не было бы понятно что это кусты а так мы видим вот этот рельеф ажурность этих кустиков как это все было проработано не очень понравилось это все хотя конечно выполнялась не так легко возможно буду вставлять вам какие-то небольшие фото чтобы вы имели представление какие именно идут детали в схеме чтобы вы понимали сможете вы с этим справиться или нет зрачки у всех персонажей это у нас не французские узелки это четверть крестик который с четырех сторон очерчивается мелким дробным бэкстичом половинку крестика я уже не раз задумалась о том что я рада что я заменила канву во первых на 18 работа была бы настолько мелкой что неуверенно смогла бы я прочертить эти дистали настолько бэкстичем или нет поэтому мой совет лучше все-таки брать каунт побольше конечно лучше всего если это будет ткань равномерного переплетения тогда будет легче выполнять этот бэкстич и четверть крестики в моем же случае если бы я взяла 14 канву от мэншенс которая у меня была в запасах там бы края были побольше но такую дубовую я бы навряд ли смогла проколоть и сделать этот бэкстич бэкстич я выполняла 26 иголочкой когда я взяла ее в руки после 24 которой я вышивала всю работу мне она показалась такой маленькой похоже и больше была даже на бисерную ну и несмотря на то что работа стала больше чем заявлял нам автор на 16 каунте давайте кстати по мере какие размеры данной работы на 14 каунте 28 сантиметров на 22 но это она немного растянута на раме так здесь у нас почему-то 29 на 22 такие же размеры даже немного больше чем у меня немного странно возможно у меня немного подсела канва положу листик а4 немного уже и повыше то есть практически как лист а4 не знаю считать ли эту работу средней все считают по-разному в принципе листа 4 я всегда считала что это небольшой размер это где-то средний но учитывая что за сшивка полная и учитывая то количество бэкстича я бы все-таки и и но маленького уж точно не посчитала бы к большим сильно не отнесешь но такая хорошая средняя работа и также я волновалась что из-за увеличения аккаунта мне может не хватить каких-то ниток напомню вам что здесь указан расход одного цвета целых 13 метров должно быть и вот этого больше чем моток и здесь больше чем моток расход ниток для 16 аккаунта с 15 процентным запасом у меня всех ниток хватило это так мои небольшие остатки в основном все я уже разложила то есть даже голубые которые я боялась что на фон не хватит у меня не ушло по мотку только белая ниточка закончился практически целый моток а все остальное хватит меньше мотка так что можно не волноваться кроме того у меня не очень красиво выглядит скала вернее не то чтобы не красиво оригинале более должны быть выражены некоторые участки у меня она получилась одним цветом даже не очень похоже что там было два коричневых и один бленд из них использовался даже больше чем два здесь есть еще такие самые светлые которые все-таки видны на работе возможно это ошибка именно в схс что они немного отличаются может какая-то партия не такая в целом работа довольно яркая интересно наверное все что хотела рассказала сейчас хочу быстренько отнести работу на оформление и покажу вам через секунду работу уже оформленной иду из багетной мастерской посмотрите с какой красотой на улице солнышко решила снять на улице потому что не знаю как будет дома выглядит вот такая вот рамочка глаз немного задержала выход видео ждала когда приедет моя работа когда ее оформят именно ждали багет долго багета не было не то чтобы долго полторы недели оформляли мне работу обычно за недельку даже чуть раньше справляются это полторы недели но это того стоило во первых сколько мы багетов перепробовали мне кажется ни один так хорошо не подходил как этот я изначально когда шла багетную мастерскую у меня были свои планы по оформлению я уже знала чего я хочу я не хотела паспорту чтобы работа не была сильно объемной но в то же время я хотела чтобы рамочка была какая-то фигурная не плоская пробовали другие рамки которые прямые но они работу делали плоской конечно это у нас не 3d это не дименшинс но тем не менее все таки не знаю хоть это и рисованный мультик это обычная анимация все равно хочется чтобы даже она была немного более объемной в итоге вот такая вот красота и оформление обошлось совсем недорого почему я согласилась подождать ну и потому что багет сам подошел и оформление было недорогое это рамочка украинского производителя если не ошибаюсь из днепра но на момент заказа не было ее в наличии я сказала что подожду потому что иду я не с одной работой да вот еще такую работу забрала эту из пленки не доставала достала только симпсона чтобы вам показать это не вышивка это такой у нас космонавтик был у ребенка на портфеле долгое время ребенок с ним ходил в школу на пять лет пять классов отходил и ни в какую не хотел расставаться говорил что пол жизни прошло у него с этим портфелем поэтому не хотел расставаться но я уговорила его что сделаю ему такую вот память сделаю ему картинку с верхним клапаном этим и вот такая вот красота получилась если в прошлом году мы не настаивали чтобы он менял свой портфель потому что надо было к первому классу собрать меньшего то вот в этом году уже в шестой класс эти с таким маленьким портфелем неприлично кроме того на море он нас немного начал покрываться плесенью и поэтому расстаться с портфелем пришлось ребенку но ему вот такая вот память будет к чему я это все говорю по размерам если посмотреть вот я положу их видите космонавтик даже меньше чем симпсон и и он оформлен без стекла здесь вот он такой мягенький специально просили оформлять без стекла чтобы ребенок мог его потрогать мог насладиться он объемный космонавт он без стекла он меньше а стоимость у них одинаковая потому что это зарубежный багет а на симпсонах у нас украинского производства поэтому конечно я была готова ждать полторы недели тем более это не месяц ждать всего полторы недельки не так много но зато работа уже оформлена стекло антиблик много она бликует на солнышке вот такая вот красота задержала и это видео и видео с итогами июля выйдет чуть попозже уже наверное дома буду снимать а сейчас покажу вам всю историю этих симпсонов напишите как вам такое оформление но я сказать по правде очень сильно довольна и думаю такой багет я буду использовать еще не на одной работе потому что он хороший красивый я думаю для зимних сюжетов dimensions может подойти вот красота ладно все не буду сильно затягивать видео показала вам оформление хотелось чтобы все было в одном видео от начала от моей истории с долгостроем до оформленной готовой уже полностью работы благодарю вас всех за внимание я с вами не прощаюсь до новых встреч